Привет, ребятки! Всем привет! С вами Барада, это Age of Magic. Мы сегодня отправились с вами в Долину Сокровищ, Акт 1, Запретная Долина. Ну что ж, как вы помните, мы ознакомились, пройдя первую главу, ну а дальше... Дальше, естественно, нам нужно познавать всё остальное. Здесь нам дозвольно использовать пятерых героев, и это, конечно же, упрощает всю нашу задачу. Хоть пятый герой не сильно и прокачан. Ну что, поехали наказывать Салак, убивать их буквально с одного удара, потому что они здесь для меня крайне слабы, как я считаю. Возможно, я зажрался, кто-то из вас скажет, а возможно, я действительно прав, потому что, ну вы сами видите, да, я справляюсь с ними, но действительно легко. Раунд первый из двух возможных проходит очень быстро, я стопаю одного и начинаю разбираться с вторым демоном, потому что их я считаю большей угрозой и вынужден убивать первыми. Возможно, сейчас я потеряю бойца восьмого уровня, и это будет на самом-то деле искренне моя ошибка, потому что он действительно не прокачан, он не подготовлен в принципе для боёвки, хотя удары у него, как мы видим, весьма неплохие. Потому что он, несмотря на восьмой уровень, спокойно справляется с ребятами постарше него. Хорошо, мы проходим на три звезды, получаем эликсерчики, полтора ка монет, что, если честно, солидно, учитывая моё нынешнее состояние с деньгами, мне это идёт на руку, потому что мне сейчас крайне не хватает денег. Вот как-то я очень стремительно начал развиваться в этой игре, вот прям идёт всё как по маслу, там выпадает снаряжение, на которое нужно тоже потом тратить деньги, там выпадает ещё что-то, и приходится тоже покупать, тратить, и в итоге я остаюсь без валюты. Вот я сегодня пришёл к выводу, что у меня нету денег, и мне не за что даже буквально на рыночке скупить снаряжение, которое мне, кстати, нужно. И чтобы его теперь получить, мне вместо того, чтобы просто зайти на рынок и купить за пять тысяч серебра, мне, блин, приходится, ребята, на минуточку долбить по несколько раз одну и ту же локацию, чтобы вылудить, понимаете? Мне это крайне не нравится, я просто возмущён, но ничего не поделаешь. Кстати, у нас тут какой-то новый моб, ксаарт, демоны, целитель. Ну, целителя, кстати, надо было бы убить первым, я не знаю, почему я не убил его, мне это не нравится, надо разобраться с этим моментом прямо сейчас. Чё это меня так больно бьют-то, слушай, мне не нравится, какого хрена-то, вот так вот. Разобрался, в общем-то, всё, вроде как порядок. Они все массовкой бьют, один почему-то вообще только что умер, я даже не понял, что произошло. Ну да ладно, с этим моментом мы разберёмся немного позже. Так, хорошо, мы немножко отхиляли себя. Так, я даже не знаю, возможно, стоит сделать так. Потому что я не хочу проходить на две звезды, чтобы потом всё это не переигрывать, слишком уж рано. Так, ты у меня подожди пока что. Да не того ты ударил, идиот. Хорошо, вот так вот. И, в принципе, это победа. Два раунда прошли очень быстро и очень легко. Две триста серебра. Я, если честно, радуюсь, не нарадуюсь, потому что скоро я смогу улучшить своих врагов. Так, мы получили 18 уровень, разблокирована тёмная кампания. Это что-то новенькое, между прочим, тёмная кампания. Хм, давайте посмотрим, что это такое вообще. Что такое тёмная кампания? Так, светлая кампания. Зашёл. Открой больше героев тюмы, чтобы отправиться в новое путешествие. Но не хочу я сейчас туда идти. Ну, это в героическом, типа, да? Или что? Не знаю. Сложно. Потом разберёмся. Так, продолжим. У нас вообще-то сегодня на повестке дня Долина Сокровищ. Всё. Не мешайте. Тут своими советами вечно как прилезут, как начнут советовать там что-то. Не надо мне сейчас ваши тёмные герои и всё остальное. У меня сейчас цель заработать бабла. В общем-то, ребят, гайд от бороды. Как поднять бабла в Age of Magic? Всё просто. Берём и проходим Долину. Долину проходишь, бабки поднимаешь. Ну, а дальше всё по стандартной схеме улучшаешь, зарабатываешь, ну и просто радуешься тому, что получается в конечном итоге. Так, тебя мы дебафнем, пожалуй, а тебя убьём. Потому что он вечно в крысу падает, меня это раздражает. Какого хрена? Всё. Раунд один закончен. Кстати, у нас здесь три раунда. У нас новые вояки. Орехонский копейщик. Княжеч Орехона. Так. Ну, выглядит очень круто. Вот. Ну, вот настолько же круто. Вот. Заморочились. Это называется, ребятки, разрабы заморочились и прорисовали всё как надо. Вот это то, что мне нравится. Офигенный подход, уникальные персонажи, ну, по крайней мере, я не знаю, я не видел ни в одной игре подобную, прорисовку подобных воинов. Если кто-то видел в какой-то игре такого копейноса, обязательно напиши об этом в комментариях, чтобы я знал. Потому что я не наблюдал. А борода, между прочим, ребятки повидал, ой, как немало игр. И данного жанра в том числе. И знаете, если в первых видеороликах я приводил какую-никакую, но всё-таки параллель с Идл Хэроу, то сейчас вот, на момент данного ролика, когда он выйдет, я не могу даже посмотреть в сторону Идл Хэроу, играя в Age of Magic. Потому что это совершенно другой уровень. Так, новые NPC-шки. Метатель топоров. Так, хорошо. Это кто у нас такой? Орехонский гвардеец. Вот это что-то поселеднее, мне кажется. А это у нас Кровавый Жрец. Так, ну у Жреца, по-моему, восьмой аж уровень, да? Да, у этих по седьмому. Ну давай, давай Жреца попробуем, что ли. Давай начнём со Жреца. Дальше посмотрим. Жрец у нас поспит чуть-чуть. Так, хорошо. Вот этого долбану. Эх, ульту бы сейчас. Вот серьёзно. Я бы с ульты просто был, убил бы его и всё. И не парился бы. Недоступно. Это обидно. Вот то, что он недоступен сейчас, это крайне неприятно. И я творю сейчас хрен знает что. Потому что сначала я бил одного. Теперь я бил второго. Убиваю вообще третьего. Кто-то мне объяснит, что происходит с Бородой в этом раунде. Охренеть, он восстановил всё хп себе. Ну всё-таки я говорил, надо было его убивать. А вы мне не трогай его, не трогай, брата. Потом убьёшь. И в итоге что? В итоге я потерял три звезды. Прошёл это говно на две звезды. А ведь мог брать три. Ведь мог брать три, понимаешь, дружище. Надо было лишь поднапрячься. И всё. Ну, ну, камон. Моё-моё. Смотри, какой чувак. Вообще разрисованный там что-то весь в тату. Каких тут вообще? Чё их так много-то? Шесть. Ни хрена себе. Вы чё, больные? Шесть разных бойцов. Это как их убивать-то? Я понимаю, что разбросано на три раунда. Но они вон какие страшные. Чё мне с ними делать? На камнем голову, слушай. Поспи, пожалуйста. Дикие. Просто дикие. Не знаю, я их боюсь. Ей-богу боюсь. Отвечаю. Нахер. Просто нахер. Да убей ты его камнем в голову. Хорошо. Вот тот крутой чувак. Камнем в голову дал, тот сразу и сдох. Вот мне нравится, понимаешь? Вот такой подход. Мне реально нравится. Хорошо. Первый раунд прошёл, знаете, что-то прям слишком легко. И делаю ставку на то, что последний раунд будет очень хардовым. Серьёзно. Или же следующая голова. У нас в Age of Magic бывает и не такое. Если честно, удивляться будет нечему. Хорошо. Двоих мы снесли. Остались, в принципе, самые хардовые. Те, у кого защиты побольше будет. И кого убить посложнее. Ну, вроде как справляемся. Да? Понемножку, понемножку. Да. Что-то и получится. Добьёшь, не добьёшь. Молодец. Добил. Хорошо. С этим разобрались. И вот сейчас у нас... Это те жнецы или нет? Это метатели. Хорошо. Жнецов вроде нет. Это гвардеец, да? Да, это гвардеец. Всё. Хорошо. Живём. Ладно. Тогда всё не так плохо. Потому что если бы здесь было два вот тех шамана, то, мне кажется, двух шаманов я бы точно не вывез. У них было слишком много хп. Рискнул. Ладно. Сделаем ульту на того, кого можно добить. И не будем очень сильно париться. А тебя вообще я задебафлю. Нехер тебе ходить, ты меня бесишь. Так. Правильно же, ребят? Зачем ему ходить? Портит нам настроение. Минус, минус, минус. Смотри-ка. Как-то неплохо так зашло. Все в минус. Он восстанавливает себе немного хп. Вот это нежить, понимаете? Я смотрю, вся нежить умудряется себе восстанавливать хп. Совсем охренели. Охренели просто в края. Мне это не нравится. Какого хрена не восстанавливать себе хп? Ну, кто они такие? Прям, блядь, гильдии-отселителей каких-то. Ей-богу. Ой, бесит. Ой, бесит. Я там могу, конечно, апнуть героев. Но, наверное, я пока этого делать не буду. Новые испытания. Ну, вы понимаете, да? Все дела. Как мы так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тут всего десять миссий. Так мы вообще сейчас на изи пройдем, мне кажется, эту главу. Слушайте, мы сейчас полностью акт пройдем, что ли? Ни хрена себе. Ну, так просто все легко идет, я думаю. Зачем переносить на второй видеоролик, если мы сейчас за видео одно все сделаем? Пожалуйста, минус герой. Так, кто у нас следующий? Да ты вообще спи давай, ни хрена тебе ходить, я тебе сказал. Понял? Вот так вот, хорошо. Этого добью, да? Отлично. Он там пытался, что-то уклонялся, все дела. Ну, не, он играет против бороды, а с бородой такие фишки не работают. Мы просто берем мечик поострее и засовываем его поглубже. В итоге стратегия простая. Засунул, выпотрошил и взял свою награду. Как вы видите, ребятки, более чем работает. И попробуй скажи потом бороде, что это неэффективно. Не советую. Потому что бороды таких мечиков очень много. Хватит на каждого из вас. Поэтому ты, прежде чем там писать какие-то гадости в комментариях, подумай. Подумай. Дважды, трижды поразмышляй. Пойди посоветуйся. Так, это что такое? Демоны целите. О, ксарты, понятно, целители. Это дерьмово. Тогда вас убиваем первыми, что ли. Мне не нравится, когда я убиваю, убиваю, убиваю. Убью, да? Да, хорошо. Не хотел тратить ульту просто, понимаешь. И в итоге он бы сейчас восстановил всем хп и было бы плохо. Так я лучше попытаюсь его все-таки убить. Ну, почти. Я был близок к тому, чтобы убить с одного удара. Все никак не могу Роландом ультануть. Потому что не успеваю. Когда я буду ультить? Я занят. Занят тем, чтобы добивать и убивать. Ой, да. Сложно, сложно. Вот, пожалуйста. Не дают ультить, понимаешь? Что я сделаю? Я хочу, но мне не дают. Три раунда без ульты. Ну, как-то так. Как-то так. Ой, да. Ребятки, вы не забывайте ставить лосики. Вы не забывайте делиться этим видео со своими любимыми друзьями, которые тоже играют в Age of Magic. А если еще не играют, то самое время это сделать. Потому что игра действительно стоящая игра. Крутая игра. И, конечно же, каждую неделю от Бороды конкурсы. Не забываем, ребят, что только у Бороды есть конкурсы, в которых мы разыгрываем все самые крутые плюшки в Age of Magic. Так что подписываемся на канал и участвуем в конкурсах. Победить несложно. Награду может получить каждый из вас. Главное принять участие, ребят. Фух, я думал, я его не убью. Что-то я всеми атакую. Вы посмотрите, сколько на мне дебафа. Это просто жесть. Я еще ни разу, наверное, в жизни не ловил столько дефов. Это просто нереально. Кровотечение, которое просто меня убивает. Я теряю еще одного героя. И, ну, это просто нереально сложно. Вот то, что я сейчас вижу. Это очень сложный раунд. Очень много дебафа, который жрет. Вот кровотечение просто сожрало полностью. Это был только первый раунд. Что это дело, дрянь. Я как-то не учел того момента, что это действительно был только первый раунд. Охренеть. Если честно, я немножко в шоке. Мне... Я крайне расстроен. Мне очень обидно. Мне кажется, я потеряю сейчас как минимум Телада. Потому что у меня мало ХП. И это будет еще и одна звезда. Третий раунд. Мне кажется, ребят, это моя первая звезда будет одна. Это очень сложная. Голова. Смотрите. Ну все, пожалуйста. Я вообще по ходу проиграл, да, что ли? Я не знаю. Мне кажется, я проиграл. Жесть. Промах. Все. Охренеть. Вот такого поворота я не ожидал. Вот вам и прошли долину сокровищ, ребят. Вот вам и прошли долину сокровищ. Жесть. Такого я не ожидал. Призрачная надежда седьмой головы просто поставила точку над моим стремительным прохождением долины сокровищ. Вот так вот, ребят. Вот вам и Age of Magic. Здесь не бывает все слишком легко и просто. Жаль. Ну что ж, всем спасибо, ребятки. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Борода. Пока-пока.